Три, раз, два, три. Последний шанс прогнать номер на сцене, а потом пора готовиться к основному выступлению. Все участники голоконцерта сначала прошли отборочные туры. Из 130 номеров выбрали только 13. Я каждый год смотрю этот конкурс, каждый год наблюдаю, как участники растут, как растет их мастерство. А вот в этом году мне посчастливилось быть членом жюри. И как член жюри я хочу сказать, что настолько я увидела заинтересованность детей, заинтересованность педагогов, заинтересованность администрации школ, школ искусств в участии в этом конкурсе. Участников было очень много и уровень участников довольно-таки высокий. В течение этих 10 лет в фестивале приняли участие более 2,5 тысяч участников. Их возраст от 2 до 90 лет. Это участники разного социального статуса, разного возрастного статуса, разного профессионального статуса. Разному уровню участников соответствуют и номинации фестиваля «Мастер», «Поющее поколение». В этом году появились и новые, не обязательно песни о маме, но и для нее. Номер, в котором солирует 10-летний Георгий, претендует на победу именно в этой номинации. Этот номер любимый моей мамой и всех остальных наших ребят. Если мы сегодня займем очень хорошее место, то мама очень обрадуется и мы будем всегда счастливы. Порадовали зрители и почетные гости. Театр «Разгуля» и певец и композитор Алексей Молдалиев. Но главная цель конкурса все же не эстетическая, а воспитательная. Напомнить каждому о том, как важно быть благодарным самому родному человеку. Не только накануне праздника. Радость и печаль спрятались в ресницах. Номер и двадцать нам будут вечно сниться. Евгения Аксиненко, Леонид Новиков, Шестой канал.